Весенний праздник 8 марта А каким этот праздник стал сегодня? Что он из себя представляет в наше время? Это международный женский день. Дамы в этот момент получают только кучу удовольствия от своих подарков, которые дарят их мужчины. Наверное, только это. И праздник весны. У нас хоть сегодня первое число, но 8 марта олицетворяется с началом весны. Нет, не знаем. Никогда не приходилось слышать? А вот что-нибудь вам говорит имя? Роза Лексенбург, Клара Цеткин? Мы знаем, что эти имена называли улицы, но мы не знаем связь с 8 марта. Хорошо. Ну а как вы воспринимаете этот праздник сегодня? Праздник женщин, девушек. Праздник весны и цветов. Ну, Клара Цеткин. Вот только не могу назвать год. То ли 1917, то ли 1918. Может быть, раньше. Предложила для женщин организовать их персональный праздник. На этом моя история о 8 марта заканчивается. Вы что-нибудь добавите? Нет, спасибо. Скажите, пожалуйста, а сегодня как вы воспринимаете этот праздник? Вот есть мужской праздник 23 февраля. Это уже не столько праздник защитника Отечества, сколько праздник именно мужской. Это мужской день, когда там носки тебе дарят, лосьон после бритья. А вот 8 марта это женский праздник, когда мы там за лютые деньги у бабушек покупаем цветы, приносим, там ненужную хрень какую-нибудь дарим в виде духов. Ну, вот как-то так. Я так это воспринимаю. А вы? Извините. Нет, не знаю. А вот такие имена, как Роза Лексенбург, Клара Цеткин, знакомы? Да, у нас есть улицы имена этих. А почему? Что это за люди? Не знаю. Есть тепло. Я не помню, я давно школу закончила. Ну, хорошо. А как сейчас воспринимаешь ты вот этот праздник? С радостью. Сразу становится тепло и на улице, и в душе, все с цветами. То есть праздник весенний, прекрасный, женский, да? Да. Кого вы будете поздравлять в этот праздник? Ну, близких мне женщин, жену, маму. Ну, а так вообще в целом всех женщин. Бабушек, дедушек, ой, дедушек, бабушек, теть. Надо к ним ездить. Потому что уже, ну, в нашем возрасте они уже, ну, еще большего возраста. И вниманием, ну, нужно. Потому что, ну, много одиноких сейчас. Ну, я имею в виду о своих тетках. Уже сыновья выросли, некоторые даже ушли. Поэтому, ну, надо навещать. А в такой яркий день, прекрасный, надо это еще больше внимания уделить. Скажите, пожалуйста, а что вы планируете дарить? Ну, планируется просто, ну, каким-то близким своим родственникам, ну, подарится какой-то там женский набор какой-то там, ну, какой-то устоявшийся там цветы. Ну, по-любому цветы. Букеты подарить надо всем. И, ну, наверное, косметика. Может, какой-то дорогостоящий, может, украшения какие-то. Скажите, пожалуйста, а кого вы будете поздравлять 8 марта? Супругу свою, Екатерину. И двух своих дочерей. Маму, сестер, бабушку. Всех знакомых, родных. А что планируете дарить? Ну, мне уже заказали какой-то там большой сет суши, не суши, ну, в смысле, роллов. Вот я его должен заказать и преподнести, чтобы они его за 10 минут съели, и все, вот и весь праздник. Ну, мне тоже подарили пачку кофе на 23-го, так что я, не особо. А вы? Ну, пока сохраню это втайне. Пусть будет сюрприз. Что бы вы хотели получить в подарок в этот замечательный праздник? Я хочу качественный отдых. Я хочу поехать на море. Отдохнуть, да. Мне нужны цветы, я хочу отдохнуть. Все. Спасибо. Самый лучший подарок? Это отдых. Цветы. Цветы в первую очередь, да. В первую очередь цветы, да. Возможно, что-то из ювелирных украшений, что-то очень красивое, подчеркивающая женственность. Или духи. Даже не знаю. Не знаю, честно. В голову ничего не приходит. Что придумает. Все, что угодно. Не знаю. Ну, а самое главное? Ну, чтобы близкие были рядом этот день, и все. Ну, это замечательно. Спасибо.